друзья уже отключаю с тестов x96 q pro вот такой вот x96 q pro сегодня у нас с обзором на канале технозон вот такая вот интересная приставка за 25 долларов на момент съемки этого видео поехали интересная интересная чем она интересная я вам расскажу у меня был когда-то на обзоре x96 q pro просто да мы посчитали его говно боксом потом они сделали x96 q max я посчитал что это максимальное говно которое можно было выпустить на рынок мы его расстреляли но x96 q pro это тот случай когда говно можно пихать профессионально ладно с этим уже говно боксом тут знаете для меня есть аналогия одна это когда у три приставки и при этом одна это была маленькая кучка дерьма потом 2 приставка была побольше кучка дерьма но такие знаете пресловутые китайские маркетологи сидели и думали а как же нам продать это дерьмо еще лучше значит значит знаете как вот как же нам его дальше продавать кто-то взял ложку варенья так и на эту кучу дерьма так раз и говорит это теперь будет профессионально все и вот вот это вот чудо они родили сюжете но справедливости ради я сейчас на алиэкспрессе стоит он 25 долларов 57 центов в нем стоит allwinner h313 android 10 четырех ядерная некрасиво заявляется что здесь 4к 60 fps но знаете как вот интересно 4к 60 fps расплывчато потому что 4к 60 fps он может воспроизводить например с жесткого диска а вот например в ютюбе 4к 60 fps вы можете не получить да вообще в ютюбе там есть большие проблемы например при выборе роликов hdr вы ничего не получите ну вот там просто-напросто не воспроизводит ну как бы есть как есть то что они здесь пишут 5 гигагерц так 5 гигагерц это одно номинальное название потому что больше 50 мегабит или даже 60 вы на этом вы на этом грубо говоря нет мягко говорят и в боксе не получите то есть просто не получите как они красиво пишут sdr hdr то есть что они сразу сравнивают то что он поддержит так он не поддерживает hdr в ютюбе например мне он пытается вывести получается фрезы вообще вот этот вот маркетинговых вход на эти там вот наша модель вот такая четко а все остальные модели они здесь знаете о чем пишут такая они написали технологии деноизинг вообще это шумоподавление которое вообще надо отключать значит получается мы до мыло они пишут что вот у других моделей вот так вот а у нас вот так вот и поэтому мы лучше например если сравнить с инвидио шелкти вид то здесь вот тоже потому что она же другая модель ладно ребят наша сегодня задача не обгадить этот и в бокс хотя его обгадили сами китайцы выпустим его в свет но есть 25 баксов есть бюджет 25 баксов есть этот и в бокс все-таки плюсы у этого ты в бокса есть первое это цена второе он для олвы нора греется в принципе в пределах допустимой нормы в троттлинг тесте вы получили 86 на увы норах можно получить до сотки здесь 86 в торрентах он у нас проигрывал торренты 4к на 20 гигов была температура не более 80 4k и 5 мы попытались он зафризил 1080p играл но вот 1080p он проиграл и у него есть dolby digital простой 5.1 звук и есть здесь 5.1 звук больше ничего в данной приставке нет вот такой уникально то здесь есть там разъем питания есть spdiv есть у нас hdmi как они заявляют 20 проверить никак не могу ethernet есть у нас на 100 мегабит есть два порта юсб 2.0 и разъем для tf карт также есть аудио-видео выход для подключения к старым телевизором нет ни авто фреймрейта ничего подобного для решения проблем с микрофильзами при просмотре фильмов но например мы имеем с вами tv-box такой за 25-27 долларов это таник стикс 9с в принципе его еще пока можно купить на аймлоджик с 912 процессоре с 1000 мегабитным lan портом да без 5 герц до 2 и 4 там слабовать но вот как раз аймлоджик он справляется лучше со всеми задачами которые мы ему ставили которые мы ставили в этом видео и в принципе мы в этом видео посмотрим что способен за 25 баксов tv-box и советуем пойти в описании под видео посмотреть по ссылке на обзор на таник стикс 9с что может конкретно таник стикс 9с там есть и огромное количество прошивок на этот таник стикс 9с и это прямой конкурент вот этого тв-бокса но только лучше в разы хорошо определим что он сегодня максимально может подписываемся нажимаем колокольчик ссылка в описании под видео ссылка на 9 с в описании под видео а также в описании под видео ссылка на розыгрыш ценных призов подарков там для этого не нужно быть вернее не нужно делать ничего сверх ордена но просто быть подписчиком ну а мы говорим вам хавабанга это же бугульгум поехали наляпистый интерфейс ребята наляпистые мать их интерфейс это уже задолбало вот эта громкая кнопка netflix которая говорит всего лишь о том что он будет проигрывать netflix в говно качестве ну ладно уже давайте пойдем посмотрим настройки не увидим там вообще никаких настроек для кастомизации смартовый бокс о том что он пишет укажите название устройства чтобы использовать chromecast это полная трендец он просто тупо не будет ничего выводить через chromecast ибо он его не поддерживает в самих настройках устройства если мы зайдем зайдем в экран мы с вами увидим там громкий hdmi output мод мы увидим что он поддерживает до 4к почему-то 30 герц у меня 60 герц почему-то не пишет ну тоже ладно уже ну блин опустим это все действие все-таки 25 долларов стоит и что мы за 25 долларов получим о hdr вроде как поддерживает звук давайте же посмотрим постру включен вручную выбирать форматы где вручную форматы вручную форматов нет ладно автоматически выберем что еще у нас есть больше ничего нет давайте посмотрим что у нас есть воида 64 сама по себе система достаточно старая это древнюю часть система это 2 на 16 ну то что 2 на 16 формула памяти центральный процессор all winner h313 уже они блин этот трубы выкинули к чертовой матери и забыли про него этот 4 ядра cortex a53 по 1 и 3 гигагерца по 1 344 нот короче по 1 и 3 гигагерца по 1 344 мегагерц 4 ядра ладно допустим за отображение отвечает малиджи 31 тоже допустим свежий видео ускоритель но в данном случае это работает на видео не малиджи 31 а випию который встроен в процессор а он здесь не не такой как допустим моим лоджик с 905 x3 и в с 905 x4 хотя они там заявляют что чуть ли не непонятно что у них стоит короче сеть и тут ля-ля джек под 90 мегабит при идеальном сигнале 90 мегабит это connection speed сколько он выдаст реально мы сейчас с вами увидим то есть по сути 5 гигагерц здесь номинальный их нет о них можно забыть ладно и температура температура у нас простое 68 67 градусов как бы я даже допускаю что для олвейнера это более менее нормальные цифры так сейчас мы с вами выведем информацию о температуре чтобы мы с вами наблюдали весь период тестирования этого 25 долларового говна простите за выражение это 25 долларов от его бокса вот 68 процентов эта температура процессора шой 69 градусов и следующее что мы с вами будем делать это тестировать спид тест через спид тест мы с вами чем виснуть начал виснет виснет так разрешаем сужили значит не знаете что у меня возникло ощущение что окошко то зависло температура перестает нам показывать просто зависает ладно тестируем 5 гигагерц получаем позорные там 50 мегабит 50 40 50 50 мегабит для 5 для 5 гигагерц это 60 даже это на роутере а x 6000 на текущий момент это на роутере а x 6000 это очень маленький показатель 64 мегабита для чего это необходимо ну не знаю возможно я не знаю вот реально не знаю для чего совать вот плохой модуль в тв бокс это для меня загадка 71 градус давайте 2 и 4 протестируем чтобы вы понимали если он показывает такие цифры слушать как он висит если он показывает такие цифры на столь нормальном роутере именно по мощности то поверьте на роутерах где он не видит 24 я ерцам и роутер давай что такое ну и как вот и как мне найти свой роутер тоже так тяжело то давай 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 отобрази сети еще раз с таким геморроем приходится работать то есть люди считают что о появился люди считают что за 25 долларов они судьбу обманут так не бывает выбрал 24 подключено ну да долговато я подключался если честно давайте спид тест 24 гигагерца и давай удиви нас я колдую над тобой джиттер 37 то же самое показывает результаты такие же как как 5 гигагерц я в тихом ауте знаете модуль сугубо номинальный вообще-то хотя вот для 2 и 4 это очень хороший показатель это действительно очень неплохо это намного выше среднего это в высшем таком знаете эшелоне на 2 и 4 это даже интереснее работать с ним чем на 5 гигагерц подключаем кабель так подключили кабель стартуем и здесь у нас будет что у нас здесь будет тогда 100 мегабит не больше не меньше то есть 100 мегабит так как у нас 100 мегабитная сеть является максимальной скоростным источником сети мы будем тестировать весь осталью оставшийся тест на 100 мегабитах хорошо выходим тут тут мы с вами согласны что сеть отработала cpu троттлинг тест троттлинг тест нам необходим понимать насколько она нагреется при активном использовании давайте стартуем и посмотрим что у нас получится и насколько у нее может быть начаться троттлинг вообще-то сижу наблюдаю максимальная температура была 86 градусов и знаете он не троттлит он не троттлит он конечно там график как-то вырисовывать непонятно но производительность низковато то есть за 25 долларов чего мы хотели есть варианты получше 86 градусов мы сейчас видим я не думаю что это супер критично для олвейнера потому что я встречал модели которые грелись там до 102 градусов в данном случае еще более менее но это и не самый лучший показатель далеко не самый лучший ребят ждем окончания теста поедем дальше о да ты закончился 88 я вам скажу немало хотя тест он прошел он прошел он не троттлил это факт слушайте ну не думаю что мы будем проверять еще какие-то откуда реклама я вышел у меня вывалилась реклама что это за бред 73 градуса сразу интересно я кинуть от какого еще не видел в меню реклама ладно слушайте поехали дальше я думаю что по тестам больше нечего нам гонять давайте мультимедийные возможности начинаем сразу с 4к 60 fps фильма это гемини почему потому что они заявились что здесь есть 4к 60 60 fps декодер и я подтвержду я уже смотрел его проигрывает он сейчас у нас 4к 60 fps нормально при этом он это делает сейчас я вам покажу в dolby на значок dolby у нас есть можем 77 градусов можем остановить можем включить еще раз и вот он у нас пошел в dolby digital воспроизводить то есть мой ресивер сейчас показывает значок dolby digital 5 1 звук он выводит при этом 4к 60 fps воспроизводит и температура при этом 79 градусов только на старте я думаю что при проигрывании она вытянет на максимум на какой-то хорошо с 4к 60 fps понятно итак тесты звука dolby digital плюс включаем проверяем определяется как dolby digital плюс то есть звук у нас dolby digital плюс есть dolby true hd у нас воспроизводится как простой dolby digital то есть у нас true hd звук он не выводит dts 5 1 ядро 5 5 1 звук именно в dts он выводит как простой dts и выходим и dts и dts hd high res звук он выводит как простой dts то есть hd звука тут как такового нет с этим тоже все понятно что-то он да проигрывает без автофреймрейта но да ладно а netflix проверять не буду netflix здесь в sd качестве 480p здесь ничего хорошего нет но мы должны с вами проверить айпи тиви заметьте вас при воспроизведении айпи тиви вот допустим вернее даже при включении пить или мы имеем уже температуру 74 давайте кино и деки кино ультра hd 4к поехали поехали давай 4к каналы у нас фризят он вынер не способен обработать 4к и 5 и то есть у нас сейчас одни сплошные фрезы 78 градусов он его не может декодировать физически давайте hd каналы попробуем я думаю что там вопросов не возникнет любой канал hd давай так а вот с и джи каналами но это не что это такое до 1500 1024 на 576 и такое до псевдо hd что-то от 720 это обыкновенный hd нам нужен full hd канал что это за дела это не то что мы хотели на самом-то деле давайте hd оригинальное попробуем найти и так full hd канал 1920 на 1080 работает хорошо 76 градусов при проигрывании давайте поклацаем до переключает работает в принципе сетевых модулей для и 5 хватает но что у нас с ютюбом что с ютюбом как бы основные функции мы конечно же обязаны проверить давай-давай youtube не разочаруй меня 1080p я вангую серьезно говорю не будет больше 1080p нормально воспроизведение возможно 2k чего-то там еще побрыкает но 4k однозначно нет так выбираем наш канал любое видео давай любое удиви меня два-два-два-два-два зависла зависла твою мать фуэзди зависла жизнь боль давайте диагностическое окно выведем жизнь боль 1080p мы не можем проиграть нифига просто знаете потому что он его определяет как видите вот сейчас sm5 2084 он hdr то есть youtube по сути пытается воспроизвести hdr ролик а он его не жрет то есть по сути получается ситуация и работает и не работает давайте без hdr попробуем воспроизвести какой-нибудь ролик вот 30 30 кадров 1920 на 1080 без hdr работает хорошо это работает давайте попробуем блин давайте 30 кадров попробуем не знаю повысить разрешение как-то вот очень-очень все печально давайте давайте 2к а ну давай удиви удиви даже два не не работает работает 2к 30 кадров работает твою же на лево ну давай 4к сможешь сможешь 4к давай и и и ну давай уже нет 4к работает да ладно короче короче 4к 30 fps без hdr он может воспроизвести как только мы включаем допустим что-либо с hdr давайте любой мой ролик тоже как только он появляется с м5 и 2084 все мы получаем от даже на 1080p черный экран с ютюбом все неоднозначно то есть половина если вы хотите так скажем так на будущее то при переходе на форматы hdr то данная приставка их воспроизводить не будет и в 60 fps там допустим 4к получить тоже будет нереально хорошо что жить еще попробовать это уже знаете на истерику больше похоже торренты проиграть для чего мы можем еще использовать tv-box меня выбросило и еще хочу отметить что здесь google play обрезанный 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 короче наворотили так наворотили надо давайте пробовать торрент любой хотя бы проиграем 1080p когда уже долго грузится как же долго давайте торрент давайте full hd торрент сейчас мы увидим насколько он насколько он давай 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 самое интересное что здесь же торренты надо проигрывать в этом фирменном плеере тивиди видео по другому он никак это на 8 и 7 гигов скорость он набрал давай-давай-давай-давай-давай тивиди видео о боже мой как он тормозит 8 и 7 гигов видели этот фриз ну ладно давайте еще посмотрим может чуть раздуплиться но уже уже я вам скажу эти тормоза на старте они уже напрягли то есть он явно не для не для какого-либо такого момента для вне для просмотра торрентов конечно же давайте чуть-чуть больше ну как-то ну совсем совсем печально есть вот даже 2160 sdr уже все-таки 265 кодек может 4k 60 fps давайте посмотрим пиры размер 17 гигабайт ну удиви нас удивить тебя должно хватить и мощности и скорости 78 градусов что-то делали знаете что-то делали там даже пластина металлическая виднеется еще все не запускается запускается давай поехали сейчас посмотрим будет он в нормальном звуке воспроизводить или нет ну ну о боже какие тормоза то ну на ну 17 вы видели эти тормоза вообще 17 гигов ну сейчас воспроизводит хотя периодически выпадают фрезы какие-то плюс надо учитывать что здесь нет автофрейм рейта все-таки воспроизводит 17 гигов воспроизводит выше планку повышать не будем потому что это уже слишком даже для него хотя давайте попробуем все-таки проигрывает скорость интернета нормальная с мы включим 4k раздачу побольше но это такой же знаете в виде эксперимента вот есть 20 гигов вот кстати 20 гигов в h265 кодеке как они и заявляют что может нормально декодировать посмотрим последняя попытка будем резюмировать ну как бы за 25 долларов работает что-то за 25 баксов я бы покупал нечто другого все таки мы работаем сейчас на лане этот не стоит забывать давайте твд видео вначале всегда протормаживает я понимаю что скорее всего из-за буфера ну ладно но воспроизводит воспроизводит ладно пусть проигрывается ждем а фильм то воспроизводит максимальная температура 78 ладно выходим резюмируем принципе посмотрим что я вам скажу сейчас резюме мы конечно же не рекомендуем данный твбокс за эту цену вы можете купить допустим приставки намного интересней и у нас есть на канале топ-5 твбоксов дешевле 50 долларов ссылочка тоже там внизу под видео в разных ценовых категориях и вот в принципе он как-то работает это конечно же улучшение по сравнению с тем дерьмом которые продают на allwinner h313 но это не то что далеко от идеала это даже трудно назвать нормальным твбоксом с урезанным play маркетом со всем остальным ребят если нравится что мы делаем конечно же ставим пальцы вверх если нет пальца вниз обязательно подписываемся с вами был баба мать надо технозом пока